Дата Трея является аскетом Саньясиным, то есть он отшельник и брахмачарин, то есть он принял обет безбрачия. Но интересно следующее, что вот с одной стороны он брахмачарин и саньясин, а с другой стороны оказывается у Дата Трея есть супруга, но супруга непростая. Свою жену Дата Трея создал из своего йогического пламени, то есть она непорочно рожденная. И его супруга ее зовут Анакхадеви. Вот эта Анакхадеви, она является его шакти, его силой. Как известно, практически у всех богов есть их шакти, то есть супруги, которые символизируют их силы. У Шивы это Парвати, у Брахма это Сарасвати, у Вишну это Лакшми и так далее. В связи с того, что Шакти также является эпитетом понятия «жена», то есть в санскритских текстах. Так вот, супруга Дата Трея Анакхадеви, она с одной стороны является непорочной, безгрешной его супругой и его частью, но при этом она может выступать в образе его жены. То есть, таким образом, здесь есть определенное сходство с Шивой. Шива изначально это йогин, это отшельник, но он выступает также в роли домохозяина, и как домохозяин он имеет семью, детей, жену и так далее. Есть разные споры, одни говорят, у Шивы с Парвати нет никакого обычного секса, это все божественная энергия, они соединяются в каких-то трансцендентных вибрациях. Другие говорят, нет-нет-нет, у них был конкретно секс, они им занимаются и делают это с удовольствием. Точно так же нам трудно понять отношение Анакхадеви и Дата Треи. С одной стороны, они супруги, с другой стороны, они являются двумя частями одного целого, то есть, у этого Всевышнего, который проявлен в Дата Треи, который родился в нем. И так же мы должны помнить, что, конечно, Дата Трея является воплощением все-таки трех богов, это Брахмы, Шивы и Вишну, и носителем вообще многогранных разных личностей, то есть, как минимум, в нем есть три личности вот этих богов, которые каким-то образом вместе в симбиозе работают и проявляют себя. Так как у бога нет ограничений в его возможностях развития, тем не менее, он может быть так же, и поэтому он так же может быть и просто мужем. Соответственно, Дата Трея имеет жену Анакхадеви, которая была рождена, чтобы устранять мир из мира печали, страдания. К сожалению, я не очень много знаю о ней историй, тем не менее, как бы одна из историй в том, что однажды Дата Трея хотел испытать своих преданных, своих учеников и создал форму Анакхадеви, и каждый ученик видел в ней что-то свое. Кто-то буквально считал, что Анакхадеви физически является женой Дата Треи, и что у них есть земные отношения. Другие говорят, что нет, нет, это не правда, такого не может быть. Дата Трея – святой саньясин, он не может никаких иметь сексуальных отношений. Но в любом случае познать нам это будет даже невозможно, скорее всего, нашим умом и нашим пониманием, восприятием реальности. В любом случае мы должны знать, что у Дата Трея есть его шахте, его сила, его энергия, которая проявлена в его некой второй половине, рожденной из его егического пламени по имени Анакхадеви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова